Давайте посуним немножко! Привет, с вами Велосоком. Закончился Игромир и Комик-кон в Москве. Я там был, отлично провел время и хочу поделиться кое-какими эмоциями. Поехали! Спонсор этого выпуска Дарт Вейдер. Потому что может. Класс! Спасибо, 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 спасибо. Как называется самый популярный сервис в мире про распространение компьютерных игр? Вот тут был вопрос, вот тут белой майки, мне кажется, да. Все дни выставки я зависал на стенде Alienware, которые представляли свои игровые ноутбуки и компьютеры, которые уже поступили в продажу. А в свободное время я стоял в огромных очередях, потому что это, черт возьми, Игромир. Туда пришли тысячи людей во что-то поиграть, что-то попробовать и, конечно же, насладиться легким таким косплейчиком. Организаторы вообще очень большие молодцы, что совместили Комик-кон и Игромир. Ходишь между стендов и бац-бац какие-то косплееры, девушки полуодетые или полураздетые, кому как больше нравится и глаз радуется. Я же решил совместить приятное с полезным, и сейчас вы видите примеры съемки с iPhone 6s Plus, его в том числе оптической стабилизацией. Скажу, что при достаточно сложных условиях iPhone отработал неплохо. Могу сказать, что как выставка Игромир мне понравился больше E3. Понятное дело, что в Лос-Анджелесе все основные анонсы, но на Игромире классно ходить и просто бродить между стендами, а это дорогого стоит. Кстати, VIP-билет на все дни выставки, а без него, я так понимаю, совсем грустно, стоил 7000 рублей в наше непростое время, когда каждая копеечка на счету, это не дешево. Зато можно было попробовать кучу всего разного интересного, новые игры, новые технологии, отличный стенд был у Sony с PlayStation, там можно было попробовать PlayStation VR, и странно, что Microsoft, кстати, в этот раз вообще на выставке не присутствовала. Такое чувство, что сдались вообще, или все маркетинговые бюджеты ушли в ТВ-ролик HALA 5. То, опять же, понравилось, было много молодежи, детей, и кто-то скажет, что это может быть не очень здорово, а я считаю, что это круто. И второй момент, это большое количество девушек. Я как бы предполагал, что они тоже люди, интересуются играми, но не ожидал, реально не ожидал увидеть их в таком количестве, возможно, это связано в том числе с Комик-Коном, но в любом случае очень приятно. Это был мой первый игромир, и все понравилось, правда, люди, которые ходят туда уже не первый раз, сказали, что в этом году немножко сказывается кризис, и нет такого количества розыгрышей и супердорогих и навороченных стендов. Собственно, самое большое было у Wargaming, и там все время происходили какие-то движухи, награждения лучших игроков дня, конкурсы, ну, как обычно, наверное. А я в игры не играл, я вот так встану в уголочки и наслаждаюсь видами. Так, о чем это я? А, да, народу было много, конечно, в четверг, в пресс-день можно было все попробовать, а в пятницу, в субботу и особенно в воскресенье очень много людей, но большое спасибо организаторам, не было особой давки, можно было везде пройти и по своим делам быстренько сориентироваться. Отдельная тема это косплей и всякие звезды сериалов, и вот здесь я не совсем сориентировался, но дело в том, что на все реально не хватает времени и возможностей, и в этом смысле очень хочется в следующем году более организованно посетить выставку и уже подготовленным поснимать всех, кто там будет. Однако я почитал профильную прессу, и все отмечают очень высокий уровень российского косплея, это круто, потому что тем, кто у нас существует не так давно, и мы просто наверстываем семимильными шагами. Напишите в комментариях, какой косплей из этого ролика или вообще с Игромирой и Комик-Кона вам понравился больше всего и почему, а мне, конечно, лучше всего зашел вот этот бородатый дядька, который косплеил в Вилса Ком. Очень много людей, кстати, подходили, поздравляли с миллионом, спасибо, я хочу сделать какой-то особый ролик на миллион, и спасибо, что подписываетесь, а если вы были не в курсе о том, что я буду на Игромире, то подписывайтесь на мой твиттер, инстаграм, и всегда будете в теме, иначе вот она придет за вами. Очень понравилось, как это ни странно, большое количество лотков и всяких магазинчиков, где можно было затариться мерчендайзиком, и мне, допустим, показывали первый номер журнала про Спайдермена, который стоит достаточно больших денег, и это такие раритетные штуки, которые в других местах купить достаточно сложно. Это были непростые 4 дня, очень устал, однако огромный заряд позитива, я надеюсь, вам мой мини-отчет понравился, если да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не огорчайте лисичку, пока!